Всем привет, друзья! Еще интересное видео, очень интересное, небольшое видео, займет мало времени. Прошу вашего внимания. Все пчеловоды знают, что пчелы кусаются. Ну, кусаются не зубами, естественно, а жалят, ел, яд. Так вот, сегодня будет тема о том, сколько можно пчеловоду получить пчелоужалений, полезно ли это или не полезно. И вторая тема будет тоже небольшая, очень. Какие семена дают длительный период нектара, какого растения, прочитаю, медоносное растение. Опыт применения пчелиного яда с лечебной целью. Тут это профессора пишут, врачи, профессора, хирургическая клиника, институт имени Склифасского, Москва. Итак, пчелиный яд, как и пчелиный мед, со времен глубокой древности применялся с лечебной целью в Индии, Египте, Сирии. Известно, что от подагры успешно лечились пчелиными ужалями. Карл Великий, Иван Грозный и другие. Профессор Петербургского лесного института Лукомской еще в 1864 году опубликовал статью, в которой обращал внимание врачей на пользу пчелиного яда при ревматизме и подагре. Первое химическое и фармакологическое исследование пчелиного яда произвел профессор Лангер в Праге в 1897 году. Итак, друзья, хочу обратить внимание ваше, что пчелы это хорошие, так сказать, выделители полезного яда. Полезный яд дает кобра и пчелы. У них приблизительно одинаковое свойство. Если вас ужалила оса или шмель или еще кто-то другой, это не полезный яд. А это полезный яд, называй. Я просто добавил вам информацию, которую я знаю. Начиная с 1915 года появляются препараты пчелиного яда в виде водных и масляных растворов. Пчелиный яд, бесцветная прозрачная жидкость с горьким вкусом, имеет удельный вес 1,131 тысячных. Кислую реакцию от 5 до минус 5,5 содержит муравьиную, соляную и ортофосфорную кислоты, гистамин, холин, трептофан, серу, фосфорно-кислый магний и другие. Яд является обеззараживающим веществом. Обратили внимание, незаразный, полезный. Если ввели в какое-то место яд или у вас рана и прочее, даже я прочитывал, что лечили ранами, укусы вокруг раны ставили пчелиные и рана быстрее заживала. Конечно, это болезненное свойство, но оно обеззараживает организм. Дальше читаем. Даже в разведенном составе 1,050 он не содержит микроорганизмов, то есть он не имеет бактерий, вот что важно. Он устойчив к температурным воздействиям и в сухом виде при защите от влаги годами сохраняет свои свойства. У взрослой пчелы содержится 0,2 или 0,4 миллиграмма яда. Хочу добавить вам, что перед отъездом Советского Союза, это 27 лет назад, пчеловоды умели собирать этот пчелиный яд. Это особая, так сказать, есть в пчеловодном журнале, написана информация. Если это вас информация интересует, как собрать пчелиный яд, вот, коротко скажу, это ставится стекло, вот, с одной стороны протягивается нихром, и с другой стороны нихром, промежутки небольшом, чтобы когда пчела хватается, она за верхней, цепляется и за нижней. И градусов 12 подается, и таких стеклянных в улик ставится несколько таких, этих самых, ну, корпус хотя бы, или надставочка с такими стеклышками. И ставится ночью на улик, и стукают деревянным молотком по улику, и пчелы на стуку реагируют, а сверху красный свет. Реагируют, вылазят наверх. Закрыто это стеклом, чтобы пчела не могла, нет, сеточкой закрыто, чтобы пчела не могла вылезти и покусать пчеловода. И когда такой ящик поставили, постукали, они вылазят и цепляются на эти нихром, которые вокруг проведены, дают импульс через трансформатор с 12 вольт, и пчел не убивают, она не убивает, но она получает реакцию, ей больно, и она жалить начинает. Но жал выпускает из жалита на стекло, и на стекле образуется такой налет этого яда, который потом соскабливает лезвие. И граммы стоили дорого, и пчеловоды занимались. Сейчас я не знаю, как это производить. Я просто вам предварительно рассказал, какой процесс. Это можно узнать даже на интернете есть, и в разных источниках есть. Единичные пчелинные ужаливания человек переносит легко. Они вызывают лишь местную реакцию в виде припухлости, покраснения и жжения кожи. В редких случаях наблюдается повышение чувствительности к пчелинному яду. Тогда после ужаливания у человека появляется недомогание, головная боль, рвота и уртикарная сыпь, то есть кожа покрывается пятнами. Признаки отравления. Отдышка, синюшность, судороги наступают обычно от 200-300 одновременных ужалений. Вы поняли? Это смерть от остановки дыхания и сердца наступает от 500 и более одновременных ужалений. То есть это приблизительно, если вас укусила кобра, то такая доза, если вас укусит 500 пчел. Чел. Вот. Ну, такое редко бывает, но, как говорится, если 200-300, это вы еще можете почувствовать, так сказать, что вам дурно и голова тянет. И что дальше? Таким образом, действие пчелинного яда имеется большая разница между лечебной, ядовитой и смертельными дозами. Вы поняли, да? То есть, если у вас небольшое количество пчел укусило, это лечебная доза. Если у вас укусило 200 и 300, это ядовитая доза. Если у вас укусило 500 и больше, это смертельная доза. Со временем, например, у пчеловода вырабатывается невосприимчивость к пчелиному яду. Я уже около 30 лет, вернее, больше, чем 30 лет занимаюсь, то меня практически не опухают ни руки, ни что. Даже если в нос укусит, даже если в ухо укусит. У меня маленькая пятночка. Ну, естественно, боль ощущается та же самая. Вот. Но организм невосприимчив. У иммунитета выработался. Лечебное действие пчелинного яда разностороннее. Опыт применения его показывает, что он расширяет мелкие артерии, капилляры, уменьшает вязкость и свертывание крови. Снижает артериальное давление, улучшает функцию кровотворной системы, влияет на обвен веществ, в частности, уменьшается количество холестерина в крови, улучшает сон и аппетит. Ну, тут в Америке говорят холестерон. Холестерон. То есть, забиваются кровеносные сосуды и говорят, в этой пищи нету, а в этой есть, пожалуйста, кушайте эту. Ну, если вы будете кучать мед, то у вас, и будете работать пчеловодом, то у вас не будет проблем ни с сердцем, кровеносные сосуды не будут забиты. То есть, это то, что сейчас говорят, много пищи холестерола. Дальше читаем. Здесь говорят, улучшается сон и аппетит, если это вы работаете с пчелами. Поэтому, если вы хотите долго жить, и, как правило, у человека увеличатся дни жизни, пчеловоды обычно долго живут. Вот, потому что их кусают пчелы, они кушают мед, ну и, естественно, пыльцу. В нашем опыте применения аппетерапии, перед тем, как начинать лечение, мы определяли чувствительность больного к пчелиному яду. Биологические пробы состояли в ужалении больного одной-двумя пчелами. То есть, даже если больной, который не восприимчив, вот, и укусит одна-две пчелы, вот, и он, как говорится, может показать, действует на него как на больного, или как он нормальный человек может выдержать. Жало извлекали через 3-5 минут. Если не было явления отравления, и в моче не появлялся белок и сахар, мы начинали применять ужаление. То есть, врачи специально проверяли белок, сахар, мочу проверяли на анализ. Если этого не было, тогда начинали лечить человека. Лечение проводили по циклам. Ужаление пчелами повторялось через день, в течение месяца. Через день. Один день ужалит пчелка, другой день нет. Затем начался месячный перерыв. Месяц человек отдыхал. Вот. Потом, опять, при показании лечения повторяли. Первый раз ставили больному 2 пчелы, затем 4, потом 6 и так далее. Через день. При отсутствии явления отравления количество ужалений доводили до 8-10 в день. И в отдельных случаях даже до 20 пчел за сеанс. То есть, детям и лицам пожилого возраста количество ужалений сокращали. Для ужаления брали пчелу за спинку, пинцетом и приставляли брюшком к намеченному месту. После ужаления жала пчелы удаляли через час. У больных еженедельно исследовали кровь и мочу. То есть, это постоянно проверялось. Общее количество ужалений за месячный цикл в среднем равнялось 100. Ну, постепенно это не составляло отравление. Случаев отравления пчелиным ядом у нас не было. То есть, когда человеку дурно, головокружение и тому подобное. У двух больных при возникшей крапивнице с успехом был применен хлористый калий. То есть, у двойных больных покраснение на коже было. А битоксин мы применяли к 110 больным при следующих заболеваниях. Боли при заболевании суставов, мышц, артриты, миалкия, миозиды, боли при радикулитах, межреберной неврологии, при трофических язвах, вяло заживающих ранах, как я уже говорил. Вот именно они применяли вот это пчелоужаление. При тромбофлебитах, это знаете, вены, расширение вен на ногах, тоже применяли. Подкожные вены, вот видите, как я уже говорил, под кожей, без гнойного процесса. При тиреотаксиурозе первой и второй степени с целью улучшить обмен веществ у больных после некоторых хирургических операций. То есть, даже при хирургических операциях это помогало. На этом эта статья закончилась. Я просто ознакомил вас, что если вдруг что-то случится у вас в жизни, вы можете обратиться к этому видео и написать, что это видео о лечении. Ну и естественно еще маленькая статейка, пожалуйста, вы слушаете, кукушкин свет называется, метаносное растение, которое называется кукушкин. Кукушкин свет, кукушкин свет, кукушкины слезы, дрема, зорька, так называется. Коронария по-латинскому. Многолетнее растение из семейства гвоздичных, высотой 37 сантиметров, с простым борозчатым стеблем, слегка покрытым волосками. Нижние листья удлиненные, лопчатые, основание суженое и так далее. Стебель оканчивается метельчатой, немного раскидистым в соответствии, из нескольких красновато-розовых или реже белых цветков. Каждый из пяти лепестков цветка глубоко разделен на четыре линейных расходящих доли. Вполне созревшее семя кукушкин цвет обычно хорошо прорастает. В первый год проросток развивается плотную наземную розетку листьев диаметром 10-15 сантиметров. Углубляется на 10-15 сантиметров стержневой корень со многими придаточными корнями. Осенью на нижней части стебля у шейки корня возникают маленькие отпрысковые побеги, которые сначала растут к низу, затем выпрямляются и образуют листья. На второй год жизни проростка растения начинает образовывать цветки. В первый раз на стеблях, выходящих из материнского корня, а на следующие годы также на стеблях отпрыскал. Цветет кукушкин цвет с мая, июня до августа. Май, июнь, июль до августа. Это значит, смотрите, 2,5-3 месяца. Весьма хороший медонос, друзья. Обратите внимание, где он растет. Средние сроки зацветания на Украине. Последнее число мая. В Московской области первые дни июня. В Вологодской области середины июня. Самое раннее зацветание в Московской области наблюдалось 19 мая. Самое позднее 18 июня. То есть на месяц спустя. Пчелы охотно посещают это растение, собирают с него много нектара, перерабатывают затем мед, слабо желтые краски. Причисляемый к ценным сортам. Обратите внимание. К ценным сортам мед. Поэтому если вы посадите эти семена и достанете и в вашей местности, то вы будете иметь качественный мед. Берут они с цветков и дымчато-коричневую обножку. То есть он и мед дает, и пыльцу дает. Кукушкин цвет обыкновенный почти во всех областях Советского Союза. Реже к юго-востоку. Растение распространено на сырых лугах, по берегам речек, ручьев, рек и прудов. Откосом канав, кустарником, на луговинах. То есть он растет везде. Такое неприхотливое растение. В некоторых местах это растение известно под названием кукушкины слезы. Слезки. Или вероятно потому, что оно как бы оплевано слюной. На самом деле это слюна слезки по обоснению ботаника. Нейштана представляет собой жидкость, выделяемую личинкой насекомого. Пеницы. В этой слюне личинка и живет. То есть это не от растения выделяет, а сама насекомая личинка выделяет. И она так живет. Итак, друзья. Удачи вам. До встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждем ваших комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok